Здесь собрались все те, кто понимает, что человечество зашло в тупик, что наконец-то надо взять себя в руки и понять, что дальше так жить нельзя. Нельзя, нельзя так себя вести, нельзя понимать, думать, что ты венец природы, нельзя думать, что ты конечное звено пищевой цепи, потому что, если ты так считаешь, то место тебе в дурдоме. Двухдневный клубный маскарад «Спасутся только йети» в преддверии Нового года пощекотал нервы жителям города. На улицы вышли настоящие снежные люди. Готовились к мероприятию тщательно, активно обрастали шерстью и вспоминали пионерское детство. Вместо GPS-навигаторов магнитные компасы и бумажные карты. Хорошо, хоть транспорт разрешили оставить, хотя побегать на своих двоих тоже пришлось. Городской квест — это не просто, а очень просто. Сначала буйной толпой йети ввалиться в спортивный магазин и под музыку сделать видеозапись, как занимаются спортом со всеми доступными снарядами. Правда, в другом магазине, продуктовом, вид спорта был уже другой. Кто быстрее добежит до выхода? Охрана или йети? Видимо, сотрудники заподозрили, что голодные звери могут снести все с прилавков. «С Новым Годом!» «С Новым Годом!» «Это смерть, я не знаю!» Из города выбирались уже в сумерках, получив пакет с основным заданием, где куча координат в лесах по дороге на заветную базу. К точкам нужно было, как водится в GPS-ориентировании, подбираться на машине вплотную, чтобы йети мог одной лапой коснуться точки, а второй — йети-мобиля. Главным призом было возвращение к цивилизации, ключи от номера и горячая еда. Правда, для получения пришлось надеть альпинистскую обвязку, залезть на высокую мачту и доказать, что йети не боятся высоты. Зачем все это, спросит обыватель? Да потому что ученые уже доказали, что малые группы особо развитых Homo sapiens, ценящих дружбу, взаимовыручку и познающие мир активным поиском новых территорий, эволюционируют гораздо быстрее остальных людей и имеют все шансы выжить в этом страшном, меняющемся мире. Субтитры создавал DimaTorzok